Здравствуйте. Во-первых, спасибо большое за приглашение. Очень рада принимать второй раз участие в этом прекрасном мероприятии. Меня зовут Юлия Амлинская. Я приветствую всех. И сегодня я расскажу об опыте создания и развития языковой школы в онлайн-формате. Вот мой второй слайд. У меня есть несколько онлайн-школ, которые были открыты в течение 10 последних лет. Это международная онлайн-школа русского языка как иностранного. Международная онлайн-школа иностранных языков, которая называется Language Life. В ней можно изучать 55 разных языков. Школа для билингвов. Это международная школа русского языка и дополнительного образования для билингвов и иммигрантов. Так полностью она называется. Это называется Калейдоскоп. И школа русской культуры для иностранцев, где уроки проводятся на иностранных языках. Вот это 4 моих проекта. Я преподаватель русского языка как иностранного, испанского языка, живу в Испании и занимаюсь как раз преподаванием языков и руковожу своими школами. Первая школа была открыта в 2012 году и последняя была открыта в 2020 году. Сегодня я расскажу о том, как это все происходило, как школы развивались, какие ошибки я допускала, когда я открывала их и когда я пыталась их развить. Потому что я совершенно не настаиваю на том, что мой опыт был абсолютно правильным. Я допустила очень много ошибок, было очень много недочетов, которые потом пришлось исправлять. И до сих пор я их исправляю. И, собственно, мой путь – это путь преподавателя, который открыл языковые школы. И вот маркетинг я осваивала уже после открытия школы, не до этого. Если вы хотите открыть языковую школу, то вам нужно обратить внимание, с моей точки зрения, на несколько вещей. Первое – то, что вам дает преимущество, то, что вы работаете в этой области, то есть вы являетесь преподавателем. Так как вы являетесь преподавателем, вы уже знаете, должны знать несколько важных вещей. Первое – это то, как работает рынок преподавания, в том числе и онлайн-рынок. Другое дело, что понятно, что в разных странах он работает по-разному, но цены, если вы работаете на международных платформах, в платформах цены можно посмотреть, цены вы точно будете знать. Конечно, методика преподавания онлайн – это тоже очень важно, когда вы начинаете работать с преподавателями, которых вы нанимаете. Вы будете уже знать, владеют ли они методикой преподавания или нет. Это очень два важных фактора – цена образования и знание методики преподавания, умение работать в онлайн-формате. Если вы хотите открыть языковую школу и хотите перейти от непосредственно преподавания к руководству онлайн-школы языковой, то, конечно, вы должны иметь в виду, что вам придется на себя взять большую дополнительную работу. Это серьезная дополнительная нагрузка. И что придет какой-то момент, вероятно, когда вам частично придется отказаться от преподавания, либо полностью отказаться от преподавания в сторону языковых школ. Администрация, бухгалтерия, менеджмент непосредственно и так далее. Количество дополнительной работы большое. То есть это большой объем работы. Здесь нужно думать о том, что нужно и открывать сайты, и развивать сайты, потому что сайты стоять просто так не могут, о чем мы дальше будем говорить. И думать о том, как себя вести в социальных сетях, что там нужно открывать, и что там нужно публиковать, каких людей нанимать. То есть работа с кадрами, работа администратором, то есть отвечать на мейлы, давать преподавателей ученикам, ну и так далее. Вот все это. И бухгалтерия, если вы не найдете бухгалтера себе. С администрацией школ тоже, конечно, большая проблема. Об этом я тоже буду рассказывать. Передавать или не передавать. Конечно, мы осознаем, что мы можем учиться у конкурентов и на их ошибках. Сейчас я тоже об этом расскажу. И если вы хотите открыть онлайн-школу, то вы должны уметь анализировать именно опыт конкурентов и делать выводы. Поэтому перед тем, как открывать онлайн-школу языковую, я всегда рекомендую посмотреть, что происходит на этом рынке, и что делают конкуренты. То есть мы просто в зависимости от целевой аудитории. Например, когда я создавала первую свою школу, школу русского языка как иностранного, русификейт, я просто посмотрела, существуют ли подобные школы. Это был 2012 год, их было очень мало. Я просто открыла эти сайты и посмотрела, что там происходит у них. В то время существовало несколько таких школ. Основная была, как же она называлась, Red Calinka она называлась. Красная калинка такая. Это очень известная школа. Они тоже существуют очень давно, как вы видите. И я там вот посмотрела, как у них устроен сайт, какая у них цена образования, есть ли у них резюме преподавателей на сайте и так далее. И заставила такую таблицу, прям вот разделила, прям вручную, вот прям плюс и минус. Разделила лист на плюс и минус. И писала, что я считаю преимуществом этой школы, и что я считаю недостатком. Были некоторые моменты, которые мне на сайте другой школы понравились. Я подумала, что я, наверное, на своем сайте могу их развить, немножко видоизменив. Вот, о чем я впоследствии расскажу. Вот таким образом я проводила анализ, бизнес-анализ. Да, вот этот самый анализ рынка. Когда я создавала свою школу русского языка как иностранного и впоследствии школу иностранных языков, я имела в виду не только русскоязычные ресурсы, когда я анализировала всю эту ситуацию. Я заходила на сайте совершенно разных школ и разных платформ. Например, на ту же самую известную платформу Italki. Их много таких. Preply есть тоже. Это такие международные платформы, где есть много преподавателей разных языков. Это мне тоже было интересно. Как у них там все устроено, что нужно, чтобы туда попасть и так далее. Я заходила на сайты учителей, например, итальянского языка или французского языка, чтобы посмотреть, как у них там все устроено. Потому что на таких сайтах могут быть определенные идеи, которые мы можем позаимствовать и перенести к себе видоизменяя, естественно, иначе это будет нарушение авторского права. Ну, про анализ конкуренции я уже говорила, да. И мы создаем бизнес-модель на основе первых двух пунктов. Чтобы создать бизнес-модель, нужно найти определенную нишу. Ну, когда я создавала первую школу, это был русский язык как иностранный для взрослых, это само по себе было нишей, потому что в то время онлайн-преподавание не было развито, особенно русского языка как иностранного. И я вот эту нишу, можно сказать, заняла. Потом появились многие другие школы, которые, конечно, составили мне конкуренцию, и они продолжают появляться, и сейчас даже более активно, чем раньше. Школа иностранных языков. Здесь, в принципе, изначально тоже... Это было давно, да, 2013 год, и ниша была такова. Я решила, что мне нужно сотрудничать с носителями языка, то есть с профессиональными преподавателями, то есть, например, с англичанами, которые являются дипломированными специалистами, но которые одновременно владеют в какой-то степени русским языком. Потому что в тот момент я хотела работать на русскоязычную аудиторию. Я поэтому таких преподавателей искала, с миноискателем, это было трудно их найти, действительно. У меня были такие учителя испанского языка, и сейчас тоже есть, да, то есть это носители с дипломами преподавателя, которые владеют русским. Некоторые прекрасно совершенно владеют русским, и они просто счастливы работать с русскоязычным контингентом, потому что они много раз были в русскоязычных странах, в России, в Казахстане и так далее, и они любят эту культуру, им интересно сами. И у меня были такие учителя, носители, преподаватели основных языков, европейских. А потом я пошла по пути расширения и добавления более экзотических языков. То есть, например, у меня появился грузинский, казахский, славянский, азиатский языки и так далее, много разных языков. Сначала я не была уверена, что это сработает. Я просто подумала о том, что действительно в интернете не так просто найти профессиональных преподавателей определенных языков, например, албанского или славянского. Я думаю, ну вот, поищу я этих преподавателей, добавлю на сайт, ничего страшного не произойдет из-за этого. Но в действительности, извините, оказалось все гораздо лучше, потому что это и правда сработало. Таких преподавателей мало. То есть преподавателей профессиональных славянского или албанского очень мало. Их трудно найти в интернете. Их трудно даже найти на больших платформах. И поэтому люди шли ко мне именно на экзотические языки. В результате мы получили большое количество, например, учеников грузинского языка или казахского. Это казахская диаспора, по большей части, которая живет за границей. Армянский у нас тоже есть, тоже учатся. Ну и так далее. Да, славянский большой популярностью пользуется. Вот. Чего только не учат. На самом деле, я даже была удивлена, у Ахилля даже учат многие. И школа стала действительно международной. То есть мы изначально ориентировались на русскоязычный контингент, а сейчас со всего мира к нам приходят. Вот. Создание сайта – это второй шаг. После определения ниши, определения бизнес-модели. Что должно быть с моей точки зрения на сайте? Во-первых, это понятные структурированные тексты. Когда перед нами просто полотно без разделения на абзацы и достаточно такое аморфное с большим количеством воды, это не читается. А сейчас, по сравнению с 2012-2013 годом, это читается еще меньше. Потому что люди привыкли к формату Телеграма, грубо говоря. То есть это маленькие, очень структурированные тексты. И поэтому мне даже приходится пересматривать сайты и как-то редактировать это, чтобы это было более даже четко, чем было раньше. Это сказывается на всех текстах школы. То есть все по пунктам. Например, ваши основные преимущества. Пункт 1, пункт 2, пункт 3. Я сейчас постараюсь показать, как это выглядит у меня. Резюме преподавателей обязательно. Знаете, бывает резюме преподавателей тоже с большим количеством воды. То есть это жизнеописание. Я стараюсь такого не делать. Я стараюсь, чтобы в резюме преподавателей была часть посвящена образованию по пунктам, иностранным языкам, которым они владеют по пунктам. И затем опыт работы тоже максимально структурирована. Ну и фотографии, соответственно. Информация об оплате в виде таблицы, чтобы все было абсолютно понятно. Формуляр записи на курсе, ну здесь понятно, здесь не обойдешься без четкости. Ну и отличия, о которых я говорила, они у меня прямо на главной странице. Чем может отличаться ваша школа от остальных? Дальше я буду говорить о расширении. Да, расширение можно проводить по-разному. Я пошла путем в том числе перевода сайта на другие языки. То есть у меня есть не только, если мы говорим о школе иностранных языков, не только русский, не только английский, но и испанский, португальский, итальянский, немецкий и так далее. Я, конечно, переводила сайт не с помощью Google-переводчика. Я обращалась к профессиональным переводчикам. Это достаточно дорого мне стоило, но на самом деле это стоит того, потому что люди, когда обращаются к сайту, они очень негативно реагируют на машинный перевод. Это сразу видно, и видно, что человек просто не соизволил потратить деньги на профессиональный перевод, и люди просто могут уйти. Любой человек может уйти, неважно, он русскоговорящий или иностранец. Если там ничего не понятно, и как-то все переведено не так, как надо, и звучит не так, это на самом деле очень важно, и это имеет значение. Ну, и я еще сотрудничаю с профессиональным веб-дизайнером, который мне делает сайты, и специалистом по рекламе, и SEO, то есть продвижению сайта в поисковиках. Это один и тот же человек. Это важно, потому что сейчас мобильная версия сайта, наверное, важнее, чем версия для компьютерных браузеров, потому что сейчас большинство наших учеников, потенциальных учеников, заходит через мобильные устройства. И если этот сайт будет выглядеть как-то неприятно, некрасиво, будет грузиться долго, это все, это катастрофа. Это значит, что половина студентов к нам просто не придут. Вот, поэтому я решила все-таки сотрудничать с профессионалом, чтобы постоянное обновление происходило, чтобы этот человек следил за тенденциями, которые есть в интернете в отношении сайтов и так далее. Если мы говорим о работе с... Давайте я вам сейчас, может быть, покажу, как выглядят мои сайты, чтобы было понятно. Так, секундочку. Я сейчас поделюсь экраном. Меня предупредили, что если я делюсь экраном, то на мобильных устройствах, может быть, этого не видно. Но в записи это обязательно будет видно. Поэтому, если вы не будете видеть мой экран, вы мне об этом, пожалуйста, скажите. Я просто очень кратко подключу экран, а потом выключу. Я поделилась экраном. Вы здесь можете видеть сайт моей школы иностранных языков. Это как выглядит основная страница, главная. Вот это все языки, которые здесь можно изучать. То, о чем мы говорили с вами. Отличия школы. И я здесь указала на то, что большинство наших преподавателей владеет русским языком, при этом являясь носителями языка. Вот. Ну вот и другие преимущества, которые я специально... Я специально это анализировала, выделяла и анализировала другие сайты других школ. Здесь у нас есть «Приведи друга и получи скидку», ну и так далее. Список курсов и уже список преподавателей. Здесь у нас есть резюме преподавателей, наши курсы, наши награды. Я обязательно размещаю, если мы участвуем в каких-то конкурсах, размещаю все дипломы, все дипломы преподавателей. Это очень действительно важно. Отзывы, да. Если кто-то вдруг сомневается и выбрать нас или не выбрать нас, здесь специально такие вопросы, которые часто задают, и приблизительно ответы на них. Цены, как я уже сказала, в таблице. И цены образования – это, конечно, отдельная тема, о которой мы будем говорить тоже. Сначала у нас были только 60-минутные и 90-минутные уроки, причем во всех школах. И потом я поняла, что нужно добавить еще. 45-минутные и 30-минутные уроки, потому что у нас к нам разные люди приходят, не все могут платить так много. И еще приходят дети. А детям заниматься 60 минут слишком долго, они устают, поэтому мы решили ввести 45-минутные и 30-минутные уроки. У нас есть неспециализированный курс, это просто курс, общие курсы языков. И специализированные курсы – это обычная подготовка к разным экзаменам. Есть уроки также в группе. Теперь обязательно, конечно, нужен какой-то бесплатный контент, чтобы люди продолжали приходить на ваш сайт и что-то там делать, либо читать статьи, либо делать тесты. И мы здесь решили пойти по такому пути. Мы решили создать большое количество тестов на уровень разных языков, не только там английского, испанского, португальского, ну и, например, там, не знаю, латышского, малайского, да, словацкого, татарского. И нам это делали наши преподаватели, эти тесты. У нас есть еще блог, в котором мы периодически публикуем статьи, посвященные изучению языков. И вот видите здесь формуляр записи «Записаться». Очень простой. Ой, что-то долго грузится. Ну вот. Значит, имя, фамилия, мейл, да, как от нас узнали, и в комментарии можно написать продолжительность, естественно, да, тип урока. В комментарии можно написать, что, собственно, какие требования от уроков. И видите, сайт переведен на 4 языка, всего 5 языков. Вот так выглядит сайт моей школы иностранных языков. Давайте я обратно вернусь к презентации. Собеседование, да, конечно, очень важно. Когда я говорю о собеседованиях, мне задают часто вопросы такие, где я нахожу, например, преподавателей албанского языка или славянского языка. Это очень сложно на самом деле, потому что мне нужно, чтобы это не просто был носитель языка, а еще профессиональный преподаватель. Не всегда у меня получается, чтобы эти люди владели русским языком, естественно, потому что это вообще уже невероятно сложная задача. Поэтому я соглашаюсь на английский. И часто я набираю людей, которые, например, являются преподавателями английского языка, но имеют небольшой опыт преподавания своего родного языка. Например, в случае с албанским у меня так вышло. Она является преподавателем английского языка, живет в Албании, албанка, но и имеет небольшой опыт преподавания албанского. Вот. И вот я провожу собеседование. Собеседования могут быть на разных языках. Если это преподаватель русского языка, соответственно, на русском, если это преподаватель других языков, на английском или на других языках. И на что я обращаю внимание, это, конечно, отдельная тема. Обычно я нахожу учителей в социальных сетях, в основном в Фейсбуке. И перед тем, как обратиться к кому-либо, либо, если мне, например, кто-то пишет, отправляет резюме, я тщательно исследую, что это такое за человек. Я это делаю через социальные сети, чаще всего. Я смотрю обязательно на то, как выглядит его профиль, что он публикует в социальных сетях, есть ли у него публикации, связанные с работой, потому что это означает, что учитель мотивирован, и он увлечен своей работой. Грамотно ли он пишет, корректно ли он пишет, вежливо ли он и так далее, на все вот эти вещи. Потом я провожу, потом учитель мне отправляет резюме, я рассматриваю резюме, провожу собеседование. В рамках собеседования я обращаю внимание на то, естественно, есть ли у учителя опыт работы, в том числе в онлайн-формате, работал ли он в онлайн-формате с группами, тоже. Владеет ли он иностранными языками, иногда это бывает важный, иметь язык-посредник, то, что называется, и просто посмотрю на личность преподавателя, мотивирован ли он, умеет ли он, например, использовать на занятиях другие технологии, помимо только технологий, связанных с видеоконференцией, умеет ли он создавать интерактивные упражнения, умеет ли он пользоваться там играми и так далее. Обязательно обращаю внимание на то, чтобы опыт работы был разнообразным, то есть не обязательно только онлайн-формат, может быть, университет, может быть, языковые школы и так далее. Ну и мотивация. Мотивация сразу очень видно, то есть если преподаватель горит своим делом, если он хочет действительно сотрудничать, преподавать, если это его, это видно на собеседовании. Иногда я тоже провожу такое второе собеседование, что, по сути, не собеседование, это такие проверочные задания, то есть я даю определенную тему, грамматическую, лексическую или коммуникативную, и прошу провести урок со мной, как будто я студент. Если я еще по резюме и по собеседованию не убедилась в том, что учитель профессиональный. И дальше все, дальше мы уже договариваемся, мы заключаем договор, у меня есть пример договора, если кто заинтересуется, я могу его выслать. Большинство учителей у нас индивидуальные предприниматели, я тоже индивидуальный предприниматель, поэтому мы сотрудничаем таким образом. По оплате, наверное, я скажу сейчас, потому что ценовая политика как раз у меня на следующий шаг. Как вы видели, у нас есть несколько типов уроков. Я скажу сейчас о 45-минутных, о 60-минутных, чтобы было просто понятно. У нас 45-минутный урок стоит 14 евро. Это средняя цена по всему миру за онлайн-урок. И здесь сразу начинают возникать трудности, потому что у нас, естественно, есть разная Европа тоже. У нас есть Южная Европа, такая как Испания, Греция, где цены ниже. Есть северная Европа, Скандинавия, Дания, Великобритания, Германия, где цены на порядок выше. Ну вот мы придумали сделать такую цену среднюю. 14 евро за 45 минут. И у нас за 60 минут 18 евро. Это тоже средняя цена. Сейчас она колеблется в 18-20 где-то в среднем. А за 45 минут от 14, я бы сказала, до 18. Ну вот у нас 14 и 18, и мы из 14 вот этих 10,5 отдаем учителю и берем себе 3,5 евро. И из 18 евро за 60 минут мы 14 даем учителю и 4 берем себе. Таким образом, мы являемся посредниками, мы зарабатываем на комиссии. Соответственно, в наших интересах привлечь как можно больше учеников. Таким образом, мы зарабатываем больше. Почему я не пошла на то, чтобы брать больше себе? Потому что повышать цену очень сильно мне казалось некорректным по отношению к ученикам. Тогда бы к нам никто особенно не пошел, только были, наверное, люди из богатых стран, европейских, США, там так далее, да, Новая Зеландия, где цены выше. Мне хотелось привлечь учеников по максимуму. Образование должно быть доступным. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, если бы я платила учителям намного меньше, учителя не были бы мотивированы, да, и они бы приходили, уходили, была бы постоянная текучка, никто не был бы доволен, ни я, ни учителя, ни ученики, потому что там, наверное, плохо бы проводились уроки. Поэтому я не стала этого делать. И, в-третьих, конечно, таким образом я себя обезопасила от того, чтобы учителя у меня уводили учеников, потому что там комиссия настолько мала, что если бы, например, учитель предложил, ну, немножко, вот у нас 14, да, а он сказал бы, давайте я вам предложу 12, и вот вы будете со мной заниматься без посредников. Там, получается, ну, очень маленькая у него, да, вот эта разница. Это невыгодно, потому что, если я вижу, что один ученик куда-то пропал, другой ученик пропал, я думаю, ну, нам что-то, наверное, не так. Я просто перестаю давать учеников этому учителю. А он как раз, они заинтересованы в том, чтобы у них были ученики всегда, потому что для многих действительно это основной вид заработка. Поэтому вот они, большинство из них не уходят и не, мне кажется, не обманывают. Вот. Ну, про длительность уроков и тип уроков я уже сказала, да, специализированные и не специализированные курсы, причем специализированные – это обычно подготовка к экзаменам. Там могут быть еще другие курсы, вроде язык в сфере СМИ, например, или, например, язык для туроператоров, ну, разные вот эти, медицинский, юридический язык. Это уже специализированные курсы, там немножко повыше цены. Там за 45 минут 16 евро и за 60 минут 20 евро. Но учитель получает тоже больше. Он получает 16 и… Он получает 16 за 60 минут и 12 за 45, соответственно, да. У нас есть пакеты занятий. За 10 уроков у нас такая небольшая скидка. Это 135 евро, то есть 5 евро мы скидываем, а если 20 уроков, то уже скидка намного больше. У нас есть вот такие пакеты. Я уже говорила немножко о нише, да. Я говорила о глобальной такой нише, да. Вот что в смысле идей. И вот я говорила о двух школах пока что, да. И сейчас я уже поговорю о третьей в отношении глобальной вот этой идеи, глобальной нише, потому что ниши могут быть разные. Третья школа посвящена у меня билингвам, то есть многоязычным детям, которые живут за границей. И она была открыта в 2017 году. Она называется «Калейдоскоп». Здесь идея была в следующем. Дети, которые живут за границей, нуждаются не только в уроках русского языка и литературы, но и в уроках на русском языке в зависимости от внутренних интересов и увлечений ребенка. Здесь уже неважно, какой язык, но мы подводим все под русский язык в связи с увлечениями ребенка вообще, да, не связанными с языком. Например, это уроки истории мировой на русском языке, это истории мировых религий, путешествия по городам мира, география, очень много у нас, больше ста курсов там. Это музыкальные какие-то занятия тоже, уроки музыкального развития, история музыки, математика, физика и так далее, рисование тоже, лепка. Все на русском языке. И таким образом мы даем возможность детям развиваться и в отношении их увлечений и интересов, и в отношении русского языка. И вот эта ниша, эта идея, она пользуется популярностью действительно. И могу сказать, что из четырех школ, вот школа для билингвов, наверное, развивается на данный момент наиболее динамично, в связи тоже с эмиграцией, безусловно, да, которая сейчас идет. И эта сфера, она будет очень развиваться, поэтому если кто-то хочет занять эту нишу, необходимо это сделать в ближайшее время, потому что очень большая конкуренция тоже. Это такая вот глобальная ниша, а бывают ниши еще поменьше. Я уже говорила о длительности уроков, о том, что у нас были сначала уроки 45 и 60, а потом мы добавили 30, вернее, у нас были 60 и 90, а мы добавили 45 и 30. Это тоже ниша, потому что не все школы предлагают это, и оказалось, что это выгодно. Тип уроков. Тип уроков, здесь я пошла по разным направлениям, да, что касается, например, вот иностранных языков, это подготовка к экзаменам, это спецкурс, и общий курс, разговорный курс, это не спецкурс. Ну, вот таким образом можно плодить вот эти типы курсов. Если мы говорим о билингвах, тут совсем по-другому я, направлению я пошла, здесь я пошла по направлению курсы на русском языке. Не курсы языка только, но и курсы на русском языке. Вот. Ну, здесь не совсем про ниши, но, конечно, ниши, я почему-то здесь об этом не написала, презентация, наверное, забыла, но ниши, безусловно, это и те материалы, которые вы размещаете в блогах на ваших сайтах. У меня на каждом сайте есть блог, потому что сайт не может висеть просто так, он не может быть сайтом-визиткой. Тогда он просто падает в поисковиках, и это не имеет никакого смысла. Нужно постоянно сайт развивать, чтобы публиковались новые полезные материалы, чтобы люди заходили туда. Соответственно, вот в этом блоге должны быть какие-то такие материалы, которых нет в других людей, в других школах. И поэтому, ну, это необходимо тоже анализировать, искать. И вот, например, у нас есть на сайте школы русского языка для взрослых, есть, например, тесты по русскому языку. Мало таких материалов. Сейчас мы начинаем уже публиковать подкасты. У нас есть видео, основанные на рекламе, на аудирование такие тесты. Ну и другие материалы. У нас есть тоже приложение. Вот у нас есть чат-бот даже, с помощью которого можно тренировать в коммуникативной ситуации русского языка. Он автоматически реагирует. Ну и на других сайтах похожие материалы тоже есть. Очень выгодно на сайте разместить рассылку. То есть, это какие-то короткие советы, например, связанные с изучением иностранных языков. И человек подписывается на эту рассылку и получает постоянно вот эти рекомендации, советы. Это очень хорошо работает, потому что в эту рассылку можно, естественно, вставлять вашу рекламу. И как раз вот про то, что я говорила, материалы для сайта. Первый вопрос, который возникает, естественно, нужно ли нам самим создавать эти материалы, потому что нас на все может не хватить, если на нас уже и администрация, и бухгалтерия, и работа с кадрами, и все это. Работа с материалами уже просто на это времени не хватает. И сначала я создавала материалы сама, но потом, когда количество учеников увеличилось в школах, я просто поняла, что я не справляюсь. И я наняла своих же учителей, чтобы они мне создавали разные материалы. И у меня вот для каждого сайта свой человек, который мне создает материалы. Какие могут быть материалы? Уже немножко говорили, да? Общие статьи, электронные книги, мобильные приложения, видеоматериалы, тесты и упражнения и так далее. Все, что касается языков. Социальные сети – очень важная вещь, и в последнее время, конечно, они стали еще важнее. Мы присутствуем в двух основных социальных сетях. Наверное, я не буду их называть, потому что тогда это грозит. Нельзя будет разместить это видео. В общем, я думаю, что вы понимаете, о каких сетях идет речь. И в социальных сетях мы сделали ставку на разные ресурсы, скажем так. Например, в одной из социальных сетей у меня есть группа. Причем я специально создала группу, а не страницу, нам умышленно. Эта группа посвящена билингвам, детям многоязычным, которые живут за границей. И в этой группе мы не только опубликуем анонсы курсов, но и интересные обсуждения, связанные с билингвизмом, чтение для билингвов, фильмы, мультфильмы, ну и много разных интересных вещей. Я специально создала группу, а не страницу, потому что в группе больше интерактива и больше движения, и поэтому можно привлекать людей проще. У нас также есть YouTube-канал, и в другой социальной сети мы тоже присутствуем. Что мы там публикуем? Я уже сказала о этой школе для билингвов, что у нас там есть. А еще мы там в отношении русского языка и иностранных языков мы публикуем там короткие упражнения именно по языкам, которые в комментариях могут делать ученики. Вот. Еще социальные сети на самом деле играют важнейшую роль у нас именно для школы для билингвов. Сейчас я объясню, почему. Дело в том, что билингвы и билингвизм это еще не очень распространенные термины, и когда ищут нашу школу в интернете, просто в поисковике, мало кто вводит там уроки для билингвов, или уроки русского языка для билингвов или билингвизм. Поэтому контекстная реклама работает не очень хорошо. И я просто это увидела и поняла, что нужно действовать каким-то другим способом, что-то нужно делать другое. И поэтому я открыла эту группу, и мы публикуем на самом деле все анонсы о том, какие группы у нас собираются, там. И это получилось намного более эффективным способом, чем просто запись через сайт. Просто расскажу немножко, может быть, такие рекомендации, связанные с работой вот в таких группах. У нас публикуется анонс. Анонс – это описание курса, то есть что это такое за курс, какие дети там могут ходить, сколько им должно быть лет. Краткая биография учителя самого. Потом информация о том, что пробный урок бесплатный. У нас во всех школах бесплатный пробный урок 30 минут, чтобы у учителя была возможность познакомиться с учеником. Наоборот, за него вообще платить не надо. Затем информация о том, сколько стоит урок в группе. У нас обычно это от 6 до 8 евро, если это 4 человека и больше. И потом информация о том, когда этот курс будет проводиться. То есть если учитель не гибкое расписание, он не может адаптировать свое расписание под большинство. Потом мы просим записаться в комментариях к этому посту в группе. И просто я собираю всех этих людей из комментариев в общий чат в мессенджере и информирую их о том, что вот такой-то, такой-то курс. Я добавляю туда преподавателя, они договариваются и начинают проводить занятия. Потом уже происходит оплата после пробного урока. Вот так это примерно происходит. Это, конечно, такой большой труд, но оно того стоит. С группами тяжело работать, потому что они постоянно распадаются, нужно туда науку участников искать. Ну вот такая вот действительно работа тяжелая. Ничего с этим сделать нельзя. Причем это дети в данном случае. Понятно, детям может понравиться, не понравится, они болеют. Ну вот такое. А еще-то, конечно, я прошу эти анонсы публиковать самим учителям, потому что... Вернее, самих учителей прошу публиковать эти анонсы, потому что тогда вызывается эффект того, что присутствие человека, да, что не я от школы приглашаю кого-то, а это непосредственно учитель приглашает. Ну вот такая работа в социальных сетях, административная тоже. Причем моя административная работа в социальных сетях не ограничивается этим, конечно, потому что мое утро начинается с того, что я просматриваю ленту. Я просматриваю все эти группы, в которых публикуются объявления от родителей или просто от людей, которые ищут преподавателей там иностранных языков, по преподавателю для их детей и так далее. И обязательно пишу в комментариях. И причем конкретно по запросу, да, это понятно. Эта работа очень важна, действительно, для привлечения клиентов. Ну и понятно, что общение с потенциальными студентами очень важно, нужно быть максимально корректным, несмотря ни на что, потому что ученики бывают очень разными, и реакции бывают очень разные. И это, к сожалению, очень дает психологически на администратора бывает. Теперь работа со студентами, с потенциальными студентами или уже, которые являются студентами школ. Конечно, быстрая связь. Вот это вот основной момент, потому что когда я основывала школу, мои первые, 2012-2013 год, я могла ответить в течение 24 часов, без проблем, люди ждали. Сейчас это просто так заметно, настолько все ускорилось, что нужно отвечать в течение буквально 3-4 часов. Если вы этого не делаете, ученик уходит просто в другую школу, потому что он думает, что мы какие-то непрофессиональные, мы не отвечаем быстро и так далее. Некоторые ждут, большинство не ждет. Разные виды связи, конечно. Необходимо использовать, это не только мейл, это и мессенджеры, это телеграмм, ватсап и другие мессенджеры. Нужно присутствовать просто везде. Причем бывает так, что человек написал по мейлу час назад, и он не может ждать, ну все, сейчас он уйдет. И он пишет через ватсап и в возмущении, почему же ему не ответили. В последнее время все чаще встречаются такие варианты. Конечно, дружелюбие, вежливость и пунктуальность, несмотря ни на что. Потому что бывают изначально рассерженные студенты, которые вот что-то хотят. Они хотят скидку, они требуют, почему вы не отвечаете, ну и всякое разное. Есть родители, которые считают, что их ребенок уникальный, им какой-то другой подход нужен. Потом уже еще в течение обучения тоже всякие вопросы могут возникать. Не подходит преподаватель, преподаватель что-то не то ответил. От преподавателей тоже поступают разные вопросы, могут быть жалобы тоже, потому что ученики тоже бывают разные. Это все тоже нужно решать. Вот это и есть эффективная помощь в решении проблем. Работа с преподавателями, собственно, то же самое. Все, быстрая связь, разные виды связи. Здесь еще, конечно, важно отсутствие ошибок в платежах, потому что это прям очень-очень важно. Если вы заплатили неправильно, особенно меньше, это вызывает сразу недовольство и даже возмущение, особенно когда вы начинаете работать с учителем. Я стараюсь всегда заключать договоры, чтобы это было все официально, даже если учителя там два буквально ученика, все-таки, чтобы лучше официально как-то это было оформлено. Еще, так, про учителей я что-то хотела очень важное сказать. У меня сейчас вылетело это с головы. А, ну, конечно, да. У меня так это работает, да, чтобы было понятно. Учитель проводит вот этот бесплатный пробный урок. Да, с самого начала начну. Например, записывается у меня кто-то на сайте. Мне приходит на мейл этот формуляр. Я смотрю, на какой язык человек записывается или на какой курс записывается и что он пишет в комментарии, потому что бывают очень конкретные запросы, под которые нужно подобрать учителя. Я отвечаю этому человеку в течение нескольких часов и даю ему мейл, либо там телефон учителя. Этот человек связывается с учителем, проводит бесплатный пробный урок, проходит бесплатный пробный урок, учитель его проводит. И дальше, если бесплатный пробный урок понравился, ученик пишет обратно мне, говорит, я хочу продолжать обучение. Дальше я даю реквизиты, он оплачивает ученик и продолжает заниматься. А учитель мне в конце месяца предоставляет отчет с количеством проведенных уроков, с контактами учеников и с длительностью занятий. Я вот в зависимости от этого плачу. Большинство времени предоставляют счета. То есть я прям, это счет-фактура. Я прям смотрю, сколько там получилось и просто оплачиваю учителю. То есть фактически весь денежный поток проходит через меня. Это сложно, потому что, когда школы разрастаются, получается, что каждый месяц приходится платить нам 80 учителям. Это много. И каждые три месяца есть трехмесячная отчетность, и там все очень тоже серьезно. Это нужно предоставлять налоговую. Поэтому два года назад мы создали автоматизированную систему, связанную с автоматическим созданием счетов. То есть у нас большинство учеников, когда оплачивают, они заходят на специальный сайт, через который можно оплатить. И когда они оплачивают, у нас на этом сайте, в этой системе автоматически создается счет-фактура, который потом мы скачиваем, чтобы предоставить налог. Там же у нас есть и другие функции. У нас есть список учителей, список учеников, список заявок, статистика. И еще можно там учителям отметить количество проведенных занятий. И, соответственно, ученику можно это просмотреть и понять, как платить дальше. Работа над сайтом. Я уже говорила, что нужно постоянно работать над созданием материалов. Причем материалы должны публиковаться минимум раз в месяц. Лучше, конечно, чтобы это было чаще намного, каждую неделю, например. Помимо этого, существует еще SEO, то есть продвижение сайтов в поисковых системах. Я этим не занимаюсь. У нас этим занимается специальный человек. Она отвечает за ключевые слова на сайтах. Она следит, какие алгоритмы Гугла, например, в последнее время. И в зависимости от этого сайт немножко исправляет, модифицирует. Про мобильные версии сайта я говорила. Здесь у меня печатка. Мобильная версия, конечно. И скорость открытия сайта это просто ключевой момент, потому что сейчас люди, вот они нетерпеливы в отношении ответят, не ответят администратор, они также нетерпеливы в отношении всего, что связано с сайтом. Это общая беда такая. По поводу оплаты. А, ну вот, про комиссию я сказала, контроль над платежами через автоматизированную систему и, конечно, использование разных форм оплаты. Ученики у нас живут в разных абсолютно местах, поэтому приходится использовать разные формы оплаты. Мы используем, например, счет в Европейском Союзе, PayPal. Мы используем и U-Money, это российская система. Также PaySend, например. Также WISE. Это все системы платежей, которые существуют за границей. Ну и другие. Еще Remitly, есть еще TransferGo. И всеми этими системами мы пользуемся. Причем мы и получаем средства через них, и отправляем. И здесь нужно, конечно, тоже анализировать эту ситуацию, потому что, например, вот какая ситуация возникла у меня. У меня есть несколько учителей, которые живут в Турции. А в Турции нет PayPal. А со счета отправлять на счет в Турцию очень дорого, со счета в Европейском Союзе. Я попробовала отправлять через PaySend. Через PaySend оказалось, что очень невыгодный курс евро к турецкой лире. И я стала искать какие-то другие варианты, потому что мне казалось, что несправедливо. Вроде я отправляю нужную сумму в евро, а учителя получают намного меньше. Так не должно быть. Я ее учителей хочу удержать, они очень хорошие. Поэтому я нашла систему TransferGo, которой я пользуюсь по сей день. Ну, там тоже есть разные проблемы с курсом, но не такие, как в PaySend. Ну, вот и разные такие моменты. Например, в Египет лучше все отправлять через Jamitly. Вот. И я просто вынуждена за всем этим следить, конечно, и получать платежи через разные системы и отправлять тоже. Какие проблемы возникают? Агрессия студентов и агрессия иногда даже преподавателей, к сожалению. Это возникает очень часто, буквально несколько раз в неделю. Сейчас тем более такая ситуация, что многие люди ну, на пределе, очень нервные. Конечно, нельзя агрессией реагировать на агрессию. Просто спокойно, да, если человек хочет уйти, пусть уходит, да. Лучше, может быть, и не иметь проблематичного, проблемного такого человека в вашей школе. Есть студенты, которые не платят, причем некоторые просто забывают, им нужно напомнить, а некоторые это намеренно делают. И у нас была такая ситуация, когда одна студентка просто не заплатила за 10 уроков, не досмотрела учителя, я не досмотрела, и ушла. Это, конечно, очень некрасиво, это как воровать колбасу в магазине, то есть, ну, даже хуже может быть. Причем хуже, потому что эта ученица занималась уже давно с учителем, они знали друг друга и были при классных отношениях, да. То есть, не заплатить своему любимому учителю, это очень некрасиво. Ну, и мы договорились в этой ситуации, что я просто оплачиваю, это было 10 уроков, я оплатила учителю 5, и он сказал, что не надо больше платить за 10, потому что я тоже в этом виновата. Ну, в разные неприятные ситуации тоже, когда учителя уводят учеников, такое тоже было, психологическая помощь часто требуется, да. Расскажу один случай, один пример неприятной ситуации, которая у меня произошла. У меня была учительница французского, француженка, которая решила у меня увезти учеников очень странным способом. Мы ей сегодня говорили о том, что они могут просто понизить цену, правильно, и тогда увезти учеников, а она решила повысить цену. То есть, у нас было там 18 евро за 60 минут, она сказала, «Ребят, я буду брать 22, по-моему, ну, переходите ко мне». То есть, странный способ. И она мне просто так и написала, просто честно призналась. Она сказала, «Так как я цену повысила, все, значит, эти ученики считаются моими, они согласились, и все, до свидания». Ну, я, естественно, сказала, что я не буду с ней больше сотрудничать, потому что это какая-то прям очень некрасивая ситуация. Но, к счастью, больше этого не повторялось. То есть, наверное, кто-то это и делает, но в маленьких количествах, да, чтобы прям сразу всех, это маловероятно. Еще, конечно, важна политика переносов и отмен уроков, потому что многие ученики отменяют урок буквально там за 30 минут до его начала. Это очень некрасиво, поэтому мы стараемся, чтобы ученики предупреждали хотя бы за 5-6 часов. Если не предупредят, тогда этот урок оплачивается. Или в группах тоже бывает такая ситуация, когда, например, ну, прошел пробный урок, и вроде собираются все оставаться. Я говорю, «Давайте оплатите за 4 урока вперед». Ну, они оплачивают, а потом говорят, «Ну, мы сегодня не можем». И получается, что учитель, что мне меньше платить учителю? Нет, я так тоже не хочу. И тоже меньше сама получать не хочу. Поэтому мы говорим, что, извините, если вы не посещаете урок в группе, то он сгорает. И, ну, это работает и в отношении дисциплины, и вообще учитель, чтобы не страдал, чтобы все было оплачено у него. Как можно расти и развиваться, с моей точки зрения? Ну, вот я пошла по пути расширения количества языков. Как я уже говорила, от основных европейских мы пошли к экзотическим. К казахскому, грузинскому, армянскому, там, суахили, неважно, словенскому, азиатским языкам. И это имело успех, чего я не ожидала изначально. Можно больше курсов сделать. Тоже у нас есть такой вариант, то есть, особенно в школе для билингвов, когда у нас есть не только курсы русского языка и литературы, но и курсы на языке. Тоже их очень-очень много. Можно развиваться в отношении сотрудничества с другими проектами. То есть, например, продавать какие-то материалы, которые продают на сайтах других школ, сотрудничать с другими школами, объединяться каким-то образом и так далее. Обмен преподавателями может быть. По этому пути трудно идти, потому что не все партнеры честными бывают, конечно. Но вот, например, если у вас языковая школа, и у вас нет собственных каких-то продуктов, которые вы могли бы продавать, то можно пойти по этому пути вполне сделать магазин и просто в сотрудничестве с кем-то продавать материалы, рабочие тетради, квесты какие-то и так далее. И просто дополнительный доход иметь с этого. И еще один путь, по которому я лично пошла, это открытие новых школ. И здесь могут быть за и против. Меня часто спрашивают, зачем я вот столько, такое количество школ пооткрывала. Дело в том, что у этих школ разные совершенно концепции. Первая школа – это школа русского языка, как иностранного для взрослых. И это просто моя профессия. Я хотела, чтобы это была отдельная школа. Я туда вложила много души и времени. И я хотела, чтобы русский язык, как иностранный, была отдельно от остальных иностранных языков. Вторая школа – это иностранные языки, соответственно. Это другая вообще концепция. Третья школа – нельзя было объединить ни с какой другой, потому что это русский язык и другие предметы для билингов и иммигрантов. Нельзя было ее объединить ни с первой, ни с второй. И четвертая школа – это школа русской культуры на иностранных языках. И здесь тоже она ни с чем не объединяется, потому что все… Значит, две первые с языками связаны, третья – это для билингов, а тут это на, например, уроки русской литературы на итальянском языке. Никуда она не вписывается больше. Вот. Сейчас я занимаюсь тем, что задаю пятую школу, которая будет связана с уроками языков. для других билингвов, детей билингвов. То есть это не русский язык, а эстонский язык или польский язык для детей смешанных семей, которые живут, например, в Великобритании, польско-английская семья. Вот такая школа. Такие «за» и «против» могут быть. «За» – это то, что это просто очень интересно развивать такие проекты, создавать их. Но, конечно, это время затратно, энергозатратно и материально тоже затратно. И никогда не знаешь, пойдет или не пойдет. У меня три школы идут хорошо, а четвертая, которая школа русской культуры, не очень хорошо идет. Ну, здесь еще контингент такой очень специфический, безусловно. Ну, и руководить несколькими школами трудно, потому что, естественно, речь идет не только о том, чтобы открыть сайт, здесь социальная сеть, здесь блог, и вы за все несете ответственность. И поэтому это большой вопрос, на самом деле, создать ли одну и развивать ее уже углубленно, либо создавать несколько. Когда вы создаете заковую школу, нужно понимать, что это медленно растущий бизнес. То есть не может быть такого, что вы открыли школу, и на следующий день у вас прям такое благосостояние огромное от нее появилось. У меня медленно росли школы, но еще нужно иметь в виду, то, что в доковидное время такого рода бизнес рос медленно. Сейчас все уже осознали, по-моему, что онлайн можно обучаться вполне себе нормально. Сейчас чуть быстрее рост идет. Естественно, это работа без выходных отпусков, потому что вы должны постоянно за этим следить. Если вы администратор и социальные сети, что там происходит, и ваш мейл. Но преимущество в том, что вы не привязаны никакому, по сути, расписанию. То есть вы должны ответить на все вопросы, которые возникают, на все мейлы и так далее. Но вы можете отвечать в любой момент и в любой ситуации. Это не то же самое, что просто проводить уроки про расписание. Ну и я думаю, что я просто, извините, научилась любить работу администратора, работу менеджера, потому что на самом деле, несмотря ни на что, работа творческая. Потому что это не только все-таки вот такой монотонный, монотонные ответы на мейлы, психологическое давление, которые есть тоже, но еще и генерация идей, это творчество, безусловно, создание материалов, и сама, когда возникновение, вот этот момент возникновения идей для новых школ, социальные сети, это все очень активная, интересная деятельность. Вот, я как раз вложилась в час. Спасибо большое за внимание. Если у вас появились вопросы, вы можете ко мне обратиться и по мейлу, и через другие социальные сети. Я с удовольствием отвечу на все вопросы, я просто слежу за чатом. Я постаралась рассказать максимально подробно об этом виде деятельности, о том, как это все может быть. Я не рассказала, наверное, об одном важном моменте. Сначала у меня не было логотипов. И это казалось очень важным. Сейчас это у людей придает огромное значение дизайну вообще. Не только тому, как сайт выглядит, не только тому, как он грузится быстро или медленно, а еще как логотип выглядит. И мне, конечно, обратилась к дизайнеру, который мне создал логотипы. Я говорила о том, что, безусловно, все дипломы, все об участии в конкурсах, это все нужно размещать на сайте, если учителя есть дипломы и так далее. И еще, я не показывала сегодня сайт школы русского языка как иностранного, но я просто заключила договор с Санкт-Петербургским государственным университетом. И теперь через нашу школу можно сдавать экзамен русского языка на официальный сертификат в онлайн-формате. И, конечно, это тоже очень важно, потому что люди видят, что у нас есть договор с официальной организацией, и люди записываются на экзамен. То есть все эти вещи нужно собирать обязательно и пытаться сотрудничать, подписывать договоры и так далее. Вопрос появился, я вижу. Добрый день. Можно ли пройти курсы для детей-билингов взрослому, чтобы получить какую-то методику для личного пользования? Я знаю, что есть очень хороший курс методики преподавания билингвам, который предлагает российские государственные педагогические университеты в Нигерцена в Санкт-Петербурге. Я не знаю, когда у них набор, я проходила сама этот курс, и он был очень интересным. Это практически единственное место, где можно получить корочку преподавателя, который работает с билингвами, с детьми. И это оказалось вот очень важно тоже в моей практике. Именно для, вы имеете в виду, именно для родителей или для преподавателей. Вот если для преподавателей, вам туда. Для родителей здесь есть несколько вариантов тоже. Есть такой специалист из США, которого зовут Вика Раскин, она проводит курсы для родителей билингвов. И еще специалист из Японии, ее зовут Дарья Куматренко, тоже у нее есть курсы для родителей билингвов. А если для учителей, вам в РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге, у них очень хороший курс. Вот, как раз если вы бабушка и преподаватель, мне кажется, что вам нужно, да, тогда вам нужен какой-то официальный сертификат, они там вас научат очень хорошо, потому что у них там и видео есть, видеокурс, и можно присутствовать на этих занятиях, записи смотреть, и дополнительные задания есть, и еще даже финальный проект, который нужно защитить. И это продолжается 4 месяца. Очень интересный курс, его ведет, ведет, то есть руководитель этого курса Елизавета Александровна Хомраева, специалист в билингвизме, и там есть еще Лола Саматова, тоже у нее есть учебники для билингвов, и другие специалисты тоже. Очень хороший курс. Буду рада ответить на любые вопросы, которые сейчас возникли, может быть. Так, я пока что, сейчас я посмотрю на вкладке «Вопросы», тут ничего нет. Так, в чате тоже ничего нет. Ну, хорошо, давайте, вот, последняя минута для вопросов. Если вопросов не возникло, тогда мы с вами заканчиваем. Презентацию вы сможете скачать, как сказала Татьяна, и, по-моему, запись тоже будет в YouTube. Ну, хорошо, вопросов, значит, нет. Хорошо, ну, я была очень рада с вами встретиться. Большое спасибо еще раз за приглашение и за внимание. Тогда я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.